МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. На территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Операторов военных беспилотников выпускает учебный центр «Сталь», созданный нижегородцами. В Нижегородской области участились ДТП с участием лосей. В лесу вам находиться уже нежелательно. У меня тут есть памятка как раз о пребывании граждан в лесах. Знакомьтесь с ней, пожалуйста. Лесничий Сергей Сорокин на службе. В этой должности он уже 10 лет. С собой все необходимое. А главное – цифровая связь, чтобы оперативно сообщить о пожаре, даже если нет сети. Он обходит лес в городецком округе. Рядом находится деревня Тесовая. И местные жители часто ходят в лесной массив. Несколько дней назад в этом районе произошел пожар. Загорелась опора линии электропередач. На место вместе со мной выдвинулись и силы лесопожарного центра. По прибытии был обнаружен около линии электропередач возгорания лесной подстилки. Пожар распространялся, что шел на управление леса. Трактор пропахал минерализованную полосу. С помощью мото-помп и трансовых огнетушителей лесных стали заливать кромку пожара. Благодаря слаженным усилиям возгорание быстро ликвидировали. Сгорела только лесная подстилка и валежная древесина. Пожар не повредил деревья. Сейчас у лесничих в прямом смысле слова горячая пора. Идет переход на четвертый класс пожарной опасности. А при нем посещение лесов запрещено. Патрулирование ведется в круглосуточном режиме. Из печера лесничества они отслеживают через систему видеомониторинга, то есть задымление. Вот на это мы моментально реагируем. В этом году в Нижегородской области произошли уже пять лесных пожаров. И это только начало сезона. А вот в прошлом году был 31. Причем 30 из них произошли по вине человека. Вот так выглядит территория после ликвидации пожара. Черная земля и обожженные деревья. Возгорание произошло на придорожной полосе в Борском округе совсем недавно. Причина – неосторожное обращение с огнем. Его удалось быстро ликвидировать. И поэтому ущерба природе нет. И уже видно первые ростки. Вышло два экипажа количеством плюс шесть человек. Приехали сюда. То есть быстро начали организовывать раскладку рукавовых линий. Ввиду того, что рядом дорога, все это получилось быстро. В течение 20-30 минут. В основном вдоль дорог все пожары происходят. Это бычки. Окурки выбрас просто из окошка автомобиля. В случае выявления виновного лица, в отношении данного виновного лица возбуждается уголовное дело по статье 261, в зависимости от тяжести, по разным статьям, 3-4 статья. Предусмотрены как штрафные санкции, так и лишение свободы. Причиной пожара может стать не только разведение огня и брошенный окурок сигареты, но и оставленная стеклянная посуда или ее осколки. Есть и природные причины. Например, удары молний и самовозгорание каменного угля и торфа. У нас в текущем пожароопасном сезоне группировка видеомониторинг составляет 110 камер. Все они работают в онлайн-режиме. И данная камера в полном объеме покрывает лесной фонд нашего региона. Лесной массив в нашем регионе занимает около 50% территории области. Он не только очищает загрязненный воздух, но и накапливает и хранит воду. Поэтому сохранить лес – это важная задача всего человечества. Служба информации Ольга Абрамова, Василий Терехин. Здравствуй всех. У нас здесь учебный центр БПЛА, сталь 47. Экскурсию по учебным помещениям проводит инструктор с позывным «Крепыш». В учебном центре специальное назначение «Сталь», расположенном рядом с передовой, сразу несколько классов. Работа здесь кипит, даже когда бойцы тренируются на полигоне. 3D-принтеры печатают необходимые запчасти к дронам и боеприпасам, проводятся тесты и дорабатывается программное обеспечение. Стараемся делать дроны бомбардировщики FPV, которые могут лететь с стабилизацией. То есть он до позиции противника прилетел, скинул, его можно вернуть. Это доработка беспилотника типа FPV. Нижегородский апгрейд позволяет использовать коптер не только для удара в качестве дрона «Камикадзе», но и для сброса боеприпасов на противника. Увидев такую технику над собой, противник прячется в блиндаже. Если раньше с укрытием врага могла справиться только артиллерия, на что требовалось время, то теперь эту задачу решают коптеры с зажигательными снарядами, которые собирают здесь же, встали. Ребята полковые, осваивают курс неплохо, нормально. Ну и инструктора хорошие, подобранные. Все с боевым опытом. Сейчас немножко сложновато идти, штурмовать без воздуха, то есть без бакула. Сейчас это наиболее востребованное и эффективное направление. На базе нашей дивизии сейчас создан учебный центр при поддержке Нижегородского правительства. В центре проходит обучение операторов и передронов. Здесь же в центре проводят учебные полеты на различных симуляторах, обучают особенностям разведывательной работы, корректировке артиллерийского и авиаогня. Желательно, чтобы все проходили такую подготовку замечательную и знали, что делать, потому что очень много ребят, которые приходили, они к нам потом подходили, спрашивали и советовались, как оно лучше. То есть это вроде как у тебя тоже боевого опыта нет, но просто за счет того, что ты прошел какую-то предварительную приготовку, ты им можешь что-то рассказать. У нас был момент, когда двое человек нас искали попали в один взвод, нас отправили куда-то учиться, и там инструктор к нам подошел, говорит, я вижу, что вы понимаете, говорит, я возьму самых, которые там меньше всего понимают отдельно, а вы вот с этими покажите им, что вы можете, что вы все делаете правильно, покажите им, как надо. И вот мы там ходили, там два часа занимались с ними. То есть на полставочки инструкторами еще? Да, на полставки инструкторами попали вот так вот. Возраст и опыт в центре не важны. У кого-то за плечами чеченская компания, а теперь изюм и Владимировка. У кого-то путь русского воина начался с Донецкого народного ополчения. На сегодняшний день у меня двое прекрасных пацанов, а я здесь. Супруга в положении третьем, а я здесь. Для того, чтобы они жили спокойно. Для того, чтобы они видели только мирное время. Чтобы их ничего не смущало в дальнейшем. Чтобы мои дети с гордостью сказали, что во время СВО мой папа не отсиживался дома. Подготовку выпускников стали уже высоко оценили на фронте. Учебный центр специального назначения был создан 4 сентября 2023 года. И за это время обучил сотни бойцов, чьи компетенции высоко ценятся на фронте. В этом учебном центре не только готовят отличных бойцов, но и производят дроны и боеприпасы. И каждый здесь чувствует поддержку тыла. Спасибо нижегородцам, в первую очередь, губернатору спасибо за то, что помогает. И помогает не какими-то, например, но насущными продуктами, вещами, хотя и этого тоже вдоволь. А именно технической частью. То, что нам необходимо для того, чтобы победить врага. Для боевых действий, для выполнения боевых задач. Для обучения стажеров, то есть нами инструкторами. За это огромное спасибо. Служба информации Никита Григорьев. Дорожный знак «Дикие животные» появился в поселке Пырок. Такой знак устанавливают в те зоны, где возможен выход животных на проезжую часть. Тем более весна – период миграции младых лосей, поэтому вероятность встречи с ними на дороге очень высока. В связи с этим участились и ДТП с участием парнокопытных животных. Кроме того, сотрудники Минлесхоза и ГАИ региона провели разъяснительную акцию с водителями этого участка дороги. При виде животного, если оно вышло из лесополосы и начало переходить дорожное полотно, необходимо сбросить скорость и остановиться, при этом включить аварийную сигнализацию. Дать животному перейти дорогу. Ни в коем случае не нужно сигналить. В этом году зафиксировано 54 случая дорожных транспортных происшествий с участием «Диких животных». На логичный период прошлого года таких ДТП было 48. В текущем году пострадало 17 людей и один человек погиб. В ночное время в Лазарском районе у меня была ВАЗ-2106. Я ехал в офис работы и столкнулся с водителями. Машина установления не подлежит. Месяц подлежал больнице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова